всем привет друзья с вами не львгорн и сегодня мы с вами посмотрим игру impact impact winter вроде бы в воздействии зимы как-то так перевел его google переводчик посмотрим ее поиграем немножечко оценим честно говоря эта игра я на нее давно обратил внимание и вот она в стиме вышла 2 вышла 23 числа у меня не лицензионной версии не стимовской но если почитать комментарии в стиме то они очень не очень потому что есть какие-то баги глюки игра вылетает что-то что-то неправильно работает но как бы мнение других нам не важно нам вот лично мне всегда было важно мнение свое поэтому пока не попробуешь его не получишь это мнение давайте потихонечку начинать хотя здесь знаете управление довольно таки непривычное потому что здесь управляешь как бы сказать клавиатурой ребятки вот так вот и при том приходится как-то так не сразу то она реагирует потому что похоже такое чувство что здесь на джойстик на половину управления направлено покиньте спальную зону бал выглядит на самом деле очень очень симпатично то есть у нас есть он смотрите градусы и чернил так прям сразу и начинает то есть мышкой мы не бить как видите не можем управлять возможно я это не настроил кстати но нет ребят нет тут именно такой вот необычное управление давайте же попробуем давайте же посмотрим что мы можем сделать как-то может быть розовый розовый ранец вау то есть выжившие офигеть это что вы видели что это пролетел до поговорить с крис кристоф кристофом вот здесь вот отсюда ну-ка ну-ка я вот не вижу чтобы что-то можно было счетом с чем-то можно было взаимодействовать не вижу к сожалению давайте вот сюда сбегаем посмотрим что здесь есть такое чувство что кто-то кто-то что-то вышивает или что-то типа такого смотрите он в пальто наш герой в пальто но без штанов так ну наверное давайте ладно раз сюда вот полетела значит наверно сюда и нужно будет а вот смотри джейка похоже аклайт поймал какой-то сигнал как слышно помехи это спасатели мы пытаемся помехи выше ваше местоположение слабый сигнал повторяю сигнал помехи сигнал помощь прибудет 30 дней не понимаю кристоф ты говорил в эфире мертвого очень странно похоже тот кто послал это сообщение пытался определить источник сигнала около это это вот этого робота похоже стоит проверить составить оставьте это дело мне около этом ваш робот помощник перехватил таинственную радиопередачу найдя заброшенную церковь и решаете укрыться в ней и ждать спасителей помощь прибудет через 30 дней благополучие членов команды крайне важно для выживания поддерживайте их боевой дух и здоровье на высоком уровне и их умение не раз пригодятся в трудную минуту и вот здесь вот я удивлен что нету какого-то рассказа нету какой-то начало что ли и давайте я вот прочитаю в описании уже год после падения метеорита вызвавшего глобальные похолодания главный герой якоб соломон пытается выжить в этих условиях в этих суровых условиях каждый проживала прожитый день настоящий подвиг поиск припасов превращается в опасное и сложное занятие вот спустя год когда утрачена любая надежда когда не остается никаких сил бороться вы получаете по радио сообщение помощь придет через 30 дней ну и вот здесь вот собственно начинается игра кстати хорошо что я прочитал иначе бы не было бы понятно и вот у нас поговорить с венди давайте дальше же поговорить с венди вот а здесь даже показаны моменты куда нужно бежать ну-ка понятно понятия не имею о чем это сообщение джейкоб не дружу я с техникой увы вот с головой я дружу и те припасы что ты вчера нашел нам отлично сгодятся у меня есть пары рецептов на умеешь тебе что нравится венди создание то есть мы можем рис рис или так каждого члена команды есть собственное умение в этом меню можно выбрать как их использовать рис и вот ну уже давай список предметов список создания предмета позволяет увидеть какие предметы можно создать ладно окей давайте дальше необходимые параметры понятно здесь осталось сколько время составим предмет имеет разное назначение обращать внимание насколько полезен тот или иной предмет и насколько сложно его сделать осталось 48 минут типа создание предмет требует энергии отнимает время на исполнение других обязанностей а и здесь рис то есть рис с фасолью 48 минут 48 минут давайте попытаемся скрафтить наверное да и готовить предмет пускай она готовит и как видите она куда-то пошла похоже пошла готовить дождитесь конца готовки ну давайте дождемся конца готовки а то есть и даже я бы сказал не 42 минут а 42 секунды хотя время вот верхнем правом углу я пальцем сейчас показываю в монитор время там идет как бы похоже реально так есть готова ну-ка давай еда готова джейкоб это был замечательный выбор поразительно как пара простых ингредиентов может превратиться в такую вкуснятина верно теперь хорошо бы раздать еду но мы же не хотим никого оставить голодными пустите место распределения рационов а вот здесь вот что вот это вот да то есть волк как-то резко рванул другую сторону рациона система рациона позволяет дозировать выдачу продуктов членом команды это поможет вам не только во время подготовки к вылазкам возьму возможность распределить ресурсы перед а походом сложно переоценить кроме того как кроме того покидающие церкви персонажи будут брать рацион с собой чтобы поддерживать свои показатели в номер до самого возвращения на левом панели можно перебрать в цикле всех членов команды и посмотреть их показать так можно легко определить кому больше всего нужна помощь выбор члена команды добавьте и еду и питье в слоты когда рацион выбран напротив показателя персонажа появляются модификаторы понятно плюс-минус понятно так и вот здесь вот а левый стоп не то нажал питье смотрите еда питье переключается да а как а как переключить то вот немножко лт рт так это опять выход ох это сесть значит немножко непривычно непривычно с кнопку а вот shift понятно понятно шифтом у нас тут проблема вот здесь вот смотрите плюс рис фасоли плюс плюс но в принципе всем всем нормально да то есть можно конечно раздать хотя давайте выбрать предмет один да то есть вот плюс потом выбираем плюс плюс и плюс так всех выбрали следующее задание поговорить с венди но такое такое я немножко думал что эта игра будет как сказать бы не то что направление другого но чуть-чуть иначе здесь же она как прям сказать необычной стороны так показывает себя так f нужно нажать замечательная работа приятно узнать что сегодня мы будем сыты надо бы распределить рациона чтобы знать что всем хватит еды и питья кстати загни на свой на сам список рационов некоторые из ваших спутников любит что-то конкретные если выдать людям любимые блюда можно повысить боевой дух а куки ах да тебе стоит поговорить с блэйном кажется он что-то от тебя хотел и помнишь джейкоб если захочешь приготовить какой-нибудь рецепт обращайся ко мне так по моему вот к этому да поговорить с блэйном это вот обработать бородатый мужичок у нас похоже занимается каким-то крафтами или еще что-то типа такого слушай парень знают этот командир но может мы тоже чем-нибудь полезно давай поговорим о распределении ролей промытье бритье и не переживай сами разберемся но людям стоит стоит обязанности назначить пусть каждый что-то нужное делать когда время есть а потом со времен наверняка новые дела появится так так роль и здесь выберите роли а соня нужный уровень так здесь у нас роли назначают членом команды и позволяет контролировать перечень их обязанностей список позволяет выбрать любую доступную роль серы серые пункты пока недоступны за и против каждая роль имеет позитивные негативные эффекты учитываясь особенности ролей при принятии решения во время сна возрастает боевой дух во время сна сил восстанавливаться медленнее странно это нам наоборот вроде бы должно быть ой ребятки как тут всего много это что-то даже как-то как-то жутковато честно говоря выберите соня давайте выберем соням мудрое решено ладно ума умаялся я от от этот тент мастерить пойду вздремну с у него себе в инвентаре перекусить заодно возьми это он какой-то тент то есть стоп он можно сказать вы пришел себе роль соня что ли посетите склад ну давайте посетим кстати у нас есть карты или что-нибудь такое вот чуть не вижу ладно складу где-то вот здесь опять же а это вот это вот склада ну-ка нажми имя склад это склад церкви здесь складируется все имущества команды и и найденные и созданные предметы со склада могут использоваться для улучшения при необходимости члены команды автоматически используют нужные ресурсы к примеру еду и питье список слева отображает все содержимые склады используйте категории чтобы быстрее найти необходимое это инвентарь поместите сюда предметы которые пригодятся во время вылазок здесь отображается информация о выделенном предмете здесь показаны текущие показатели джейкоба каждый раз когда вы видите предметы вы можете использовать его чтобы поддержать джейкоба в форме добавить в интернет палатку и съешьте что-нибудь так палатка добавить выбрать предмет переместить окей стоп и перец яичный соль шурупы дранка ножка стула мясо сырье перец яичный порошок а что съесть-то тут нечего нечего кушать вот перец можно мясо она сырое да то есть но она стоп она прибавит мне что-то ну давайте выбрать предмет съесть блин анимации нету да то есть жалко поговорить с блэйном опять же с блэйном поговорить а он он уже наверху блин очень необычно честно говоря так он дрыхнет что ли хорош выбор может не видишь я отдыхаю все эти снасти палатки силки утром про них поговорим дай поспать стариков сходи лучше к кристофу расспроси что у него зара за работ заработать такой что полезного умеет они же год здесь но по крайней мере по описанию они же год здесь уже находится но это по описанию игры но так не к тому девочка какая-то молодая так что за роботы и правда интересно и джейкоп отличные новости мне удалось перенастроить модуляторы сигналов вокал лайт и расшифровать сообщения пришлось повозиться в биусе отключите автозагрузку команды откатите на базовые драйвера господи но не суть важно что кто-то пытается определить наши координаты не знаю кто но с такой погодой даже хороший пеленгатор не сможет точно защищать координаты околайты и нас самих по радио что-то говорили про 30 дней верно за 30 дней сигнал можно изучить и отсечь все помехи и тогда кто знает что будет до спасения 30 дней как думаешь есть способ пустить сигнал околает чтобы нас нашли быстрее ждать целый месяц в одном месте будет нелегко уже работаю над этим джейкоп в околайте есть протокол глубокого обучения очень продвинутая система она позволяет ему учиться на своих ошибках и набирать опыта во время работы я настроил ее по ее на оптимизацию сигнала бедствия вы получаете уэс при выполнении разных действий от исследования окрестностей и поиска объекта до создания предметов и помощи незнакомцам с повышением уровня время уменьшается текущее время до спасения можно видеть в меню она понятно он она прям здесь же в отображается жизненные показать джейкоба текущий уровень и количество ps то есть ты говоришь чем больше мы с ним найдем и сделайте быстрее при будет помощь как начать небольшого теста не мог бы ты отнести эти инструменты миги она вчера забыла их на складе новые события инструменты миги кристофон нашел на складе инструментами и просил вас вернуть и их ей ну ладно окей но давайте найдите маги от дайте инструменты давай 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 проверим и привет подруга f так отдать давайте отдаем Отличное событие завершено ОС плюс Плюс 100 получается, да? Окей Опять поговорить с Кристофом Кристофом Ха, этот робот действительно неплохо Выполняет любые задачи Лайт будет зарабатывать ОС очки спасения Заработать достойных ночков для нового урня И время до прихода помощи сократится Кажется, Мэгги тебя зовет, Джейкоб Да и знайте, если понадобится помощь Настройки Аколайта, у меня есть пара идей Получения функционала Фух, ребят, жесть, конечно И жесть в том плане, что Придется, похоже, очень-очень много общаться Или это полноценная РПГ А не просто выживалка, ребят Вот в чем фишка И Джейкоб, интересные вещи говорят об этом роботе Что же за сообщения он поймал Ах да, спасибо, что нашел мои инструменты Совсем про них забыла Значит, пора чинить лестницу, чтобы ты смог попасть наружу Да, и еще, у меня осталось немного обрезков от кроватей Есть чем лестницу починить И еще останется, можешь взять немного на растопку Подбрось побольше в огонь Холодает Подойдите к огню Ну давайте, пойдемте, подойдем к огню А, тут видите, 12 часов будет И Е, топливо Ножка стула, ножка топлива Топливное меню Используйте это меню, чтобы добавлять горючие предметы в огонь Огонь поддерживает температуру команды На максимальном уровне, защищая от переохлаждения Меню готовки У огня находится кухня, где можно готовить еду Переключайтесь на вкладку Готовить еду Чтобы увидеть доступный продукт Приготовление еда немного улучшает показатели команды Понятно Так, а как у нас тут менять-то? Блин, вот честно говоря А, QR, вот Стоп QR, а, блин Меню готовки QR, я вот нажимаю QR или R Но ничего не происходит Добавьте топливо Дранка, давайте вот так вот сделаем Поговорить с... О, 24 часа Ладно, наверное, до готовки еще рановато Вот теперь другое дело Здесь довольно уютно, когда тепло Так ведь? Не забывай подбрасывать топливо Мне то снова замерзнем Кстати, насчет ремонта Открыть меню персонажа Мэгги Вау Меню НПС позволяет видеть показатели членов команды И давать им указания Показатели НПС, это понятно В задании НПС хотят члены команды действовать самостоятельно Исходя из-за собственных потребностей Вы можете давать им указания Последуют ли они вашему приказу Зависит от их текущих показателей и занятия Создание Выберите меню создания Давайте Ремонт лестницы Выбираем и Похоже, с лестницей придется повозиться Тебе лучше поспать Все равно не скоро закончу Чувствую, завтра будет долгий день Ложите спать Ну прям, да, реально Прям задание за заданием Такой прям РПГ Прям РПГшечка такая Давайте уже ляжем спать И посмотрим, что будет дальше По сказкам сразу после удара Вся планета осталась без электричества Но вот быстро проходит Быстро загрузилась Отлично Хотя в комментариях писали, что Очень долго грузилась Выберите путь Ваше приключение начинается В игре Импакт Минтер Вам придется объединяться с другими людьми И создавать команду У каждого из ваших спутников Есть собственный путь Который позволит вам изучить Ценные навыки И получить особые награды Изучите каждый из этих путей Чтобы выбрать Вашу стратегию выживания Все уже проснулись Я так понимаю И как видите У всех У всех какие-то разговоры Чего-то Поговорить Давайте поговорим Эль Джекоб Что ты думаешь о том Чтобы помочь мне Обустроить наше жилище Смотри, раз уж ты Все равно бродишь По пустошам Кто-то ведь должен Заботиться о том Чтобы церковь не осталась Без тепла и защиты В твоем отсутствии Верно? Чем больше я смогу сделать Чем меньше тебе придется Беспокоиться о нас Во время вылазок Давай начнем с костра Если мы найдем способ Хранить тепло Это пойдет всем нам на пользу Я считаю, что Нам нужна печь У меня есть планы Я уже представляю себе Что нам понадобится Почему бы тебе не принести Мне необходимые вещи Доставь их сюда И я примусь за работу Если ты не знаешь Где их искать Начни с мусорных ящиков Рядом с парком Сент-Кларенс Но я не настаиваю Окей, спасибо История Мэгги Мэгги Печка По профессии Мэгги механик Поэтому она знает Способы заставить огонь В церкви гореть дольше Она предложила нам Обыскать соседний парк Найти в нем детали И смастерить маленькую печь Вернись в церковь И поручите Мэгги Сделать печь То есть мне сначала Нужно материалы Ты молодец, Джейкобс Столько еды На склад Даже посмотреть приятно Так И вот у меня теперь Есть вопрос Как видите Лестница починена То есть видно Давайте Нет, не то Так, не то Как 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 мне Как мне выйти А, вот Control, да То есть Вот Поговорить Давайте Эй, парень Учить тебя Навыкам выживания Говорят На чистоту Сам я уже слишком стар Чтобы Искать приключения На свою голову А ты Кажется мне Способным учеником Как знать Может Мы даже сумеем Высадить в этих горах Белого медведя Это чудовище Утащило У меня припасы Начнем с малого Первые шаги И все такое А? На складе Лежит палатка И с ее помощью Ты сможешь Разбить в пустоши Базовый лагерь Возьми еще Вот этот блокнот И запи... Я записал в него Несколько инструкций На будущее И отметил Удачные места Для лагеря Кроме того Я отнес на склад Несколько указателей Они всегда показывают В сторону церкви Так что Втыкай их в снег Если заблудишься Посреди метели Эти штучки Спасали мне жизнь Не раз и не два Новое событие История Блейна Навыки выживания Блейн предложил Научить вас Ваша первая задача Взять со склада палатки И установить ее В одном из трех Отмеченных мест Ну ладно Понятно Не будем Так очень сильно Вчитываться Будем поверхностно Узнавать задание Ох Какая она у нас Широкая Ладно Опять же Я не то нажимаю Здравствуй Джейкоб Ты пришел мне помочь Я бы очень хотел Расширить меню Нашей кухни Но память уже Не та Что прежде Поэтому я мало Что смогу сделать Без моей старой Поваренной книги И обширной практики Вот ключ от моего дома Он находится К востоку отсюда На Мэйпл Стрит Ключ отпирает Все комнаты Будь добр Отыщи мою поваренную книгу И принеси сюда Чтобы я смогу Обновить Список наших Рецептов Чем больше разных блюд Я готовлю Тем больше Рецептов Мы сможем Использовать Окей Венди попросила Вас помочь Решить ее список Рецептов Она дала Кругл Бла-бла-бла-бла Так Здесь на складе Мне что-то просили Сделать Так Ну-ка давай Вот так вот Ага Антибиотики Смотрите Бинт Так Мне нужно было Взять Палатку По-моему Так Стоп А вот это Что такое Вот это Палатка А то есть Она у меня уже есть Ножка стул Куриные Болеутоляющие Доска Доска Скалка Указатель Вот давайте Указатель возьмем Переместить Так Переместить Парочку Или все Нужно взять Нет Давайте парочку Возьмем Болеутоляющую Ой прошу прощения Никаю чего-то Палатка А вот еще Палатка Ну хотя у меня Уже есть Палатка Давайте А вот эту Мы А вот эту Палатка Маленькая Выкинем Да Вот так Вот Так Бейсбольная Бита Давайте возьмем Может быть это все-таки Ну драться с кем-то Да Ну как бы Очевидно Так Ладно Вроде бы нормально Вроде бы нормально Погнали дальше Розовый рюкзак Вот меня это смущает Немножечко Так И где-то вот здесь еще чувак Давайте с ним тоже поговорим У него тоже по-любому есть задание Джейкоб Ты когда-нибудь слышал о компании Какая-то Динеймик Че-то Два года назад я взломал их Майн Фрейм И нашел зашифрованный файл Какого-то проекта Посвященного прикладной Робототехнике Сильно потом уже после падения Астероида Я подобрал ящичек Вот с этим роботом У самых ворот Их штабы Квартиры Я дал ему имя Аклайт Никогда не видел Никогда не видел Ничего подобного Мне кажется В этой инструкции Используем Неизвестный мне принцип Деления сложных Частиц Так или иначе Это отличная возможность Обновить прошивку Аклайта И заодно Испытать его В полевых условиях К сожалению Я успел Составить только Примерную программу Испытаний Так что Нам придется Ипровизировать Давай начнем Сонаро И термобура К северу Отсюда Стоит Приметный Фургон Биртнек Рядом с которым Я закопал Несколько важных Деталей Давай я не буду Говорить тебе Где именно Обыщи его окресли И попытайся Найти их самостоятельно Загляни В список Создания предметов И убедись Что у тебя есть Все необходимые Для создания Прошивки Первого уровня Да и еще Если у тебя есть С4 Или самодельная Зрачатка Их можно использовать Чтобы добраться До содержимого фургона Я перепрограммировал Аколайт Так что Теперь он может Использовать Устройство слежения История Кристофора Прошивка Кристофор отвечает За нормальную работу Аколайт Вашего киберспутника Вы согласились Спытать его В пылевых условиях Обещайте Окрестности Бла-бла-бла Так Единственное Что я не понял Так он у нас Приседать может Меню Аколайта Смотрите Следите за уровнем Батареи Понятно Радар Радар помогает Ориентироваться В окружении И запоминает Уже открытые места Улучшения Аколайта Могут повысить Функциональность Радара Важно Радар не работает Под землей Окей И вот здесь Как раз смотрите События Всяческие Шифт Пробел Можно переключать События То есть История Не работает Вот вниз А Потому что Да Здесь необходима информация О текущих Событиях И вот здесь Да Вот это Событие Давайте Смена Подмена Так Отслеживать события Вот так вот Его отслеживаем И дальше Роли Тут понятно Роли У нас обсуждаются Об этом Мы уже говорили Так Дальше Радар Джейкоб Команды Меню команды Здесь можно проверить Статус каждого члена команды Следить за их показателями И сведения Здесь это поражает Текучие Занятия члена команды Воу Блин Понимаете Ознакомление с игрой Уже так довольно таки Долго Создание 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 Но идет Действие Отдыхает Так Дальше Аклайт Меню функции Это Это меню позволяет следить За доступными улучшениями Так Радар Здесь можно увидеть Статус улучшения Каждого компонента По мере установки улучшения Для чего Используется умение Кристофа Слоты Будет заполняться Здесь можно увидеть Описание функции Это позволит узнать Что дает каждое улучшение И какие улучшения Открыты Блин Это круто на самом деле То что можно здесь Вот так вот Развивать Какого-то робота И меню инвентаря Здесь отображается Здесь Понятно Здесь показаны предметы В рюкзаке Джейкоба Они могут быть использованы Один раз И дают Особенные возможности Предметы в рюкзаке Позволяют Джейкоб Преодолевать Возникающие на пути Препятствия Найдя такой предмет Вы сможете Использовать его Всегда Рюкзак Shift Пробер И клавиша U Ну понятно Так и Сейчас Вот так вот И радар Нет как видите Так Меню Джейкоба Ну я же уже здесь был Типа он у меня Постоянно что ли Будет Типа Роли А я могу как-то Нет я не могу Так что мы давайте Знаете что сделаем Выйдем А тап Выйдем Блин везде по разному Стой 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 Вот давай вот так вот Создание и роль Давайте Создание Выбрать действие И вот радар Батарейки Смартфон Провода Видите Склад Что-то Шурупы Друшлаг Провод Термобур Тен Переключатель USB кабель То есть Для термобура Для чего-то там Нужны были предметы Да в общем Я помню он говорил Так ладно Окей Ну что я так думаю Можно выходить Потому что Ну как бы Погнали По моему я все задания взял И Можно Выходить Так Е Е же да Вот Собственно говоря И вылезаем наружу Маги может изготовить Снегоход Который быстро Движется по пустоши О Но при этом Расходит драгоценное топливо Снегоход Даже можно сделать Вот это офигеть Так Ну что ж Он как видите Капюшон надел И вот Вот этот робот Теперь с нами ходит И Кстати Я сразу могу Обратить ваше внимание Что управление у нас Вот там вон Сбоку Справа Наверху Вон видите Стрелочки И тут мы можем Ага Ну вот И отключить свет Собственно Включить Отключить Тем самым Энергия А это что такое у нас А Сканирование как раз Ака имеет Пассонар Если его включить Он начнет посылать На пустошь сигналы В поисках закопанных предметов Ищите информацию Которая поможет вам Выбрать место Будущих раскопок Пассонар может улучшать Получая новые инструменты Ну понятно Следите за электропитанием А Ну понятно Он еще и тратит Электричество Но вот здесь Похоже мы ничего не нашли И я вот вижу на карте Что нас Куда-то посылают И там вот что-то выше есть Какое-то Не знаю Радиоактивное Нет не хочу туда куда-то идти Радиоактивное Что-то там И как видите Здесь довольно-таки Интересная карта И вообще Довольно-таки прикольно Все сделано То есть даже Вот эти следы Как же он без штанов Пробирается по этому снегу Чувак явно без штанов Какая-то дырка Не хочу к ней подходить Окей Окей Так я вижу зону И так как мы выбрали задание Найти Вот это вот В общем давайте посмотрим Вот сюда Так мы заходим Ре Вот так вот События Вот так вот Вот История Кристофа Отвечает на Та-ла-ла Обыщите окрестнице фургона Используйте сонаром Термобуром Чтобы отыскать в снегу Компоненты для Прошивки первого уровня Давайте это и сделаем Мне кажется Будет интересно Ну и в принципе Надо задание выполнять Все которые нам дают Потому что Как я понял Они дадут нам Возможность Смотрите Закопанный схрон Он сразу нашел Вот крестик даже показался Ну-ка Смотрите Я подошел к схрону И появился Вот у этого бота Так его будем Или дроида Будем называть Вниз стрелочкой И что это Ага Смотрите Ааа Это он типа Растапливает снег Чтобы я мог найти Там что-то Меню найденного Эта область Показывает тип Обыскиваемого Предмета И находится внутри Него вещи Так Здесь отслеживаем Поможет вам Не забыть Какие предметы Нужны вам Больше всего Когда вы найдете Необходимые Для вырубленного Улучшения предмета Рядом с ним Появится Соответствующий Значок Понятно Инвентарь Ну понятно Инвентарь Тут так И вот Ножка стула Смотрите Монета Жучие бои Коллекционная карточка Господи Хлопковая тряпка Ботинок Так Вот Бутылка большая Но без воды Я так понимаю А здесь Семена Давайте возьмем Семена Стоп Я их съел Что ли По моему Я их съел Ручка метлы Так Давайте Ножку стула Возьмем Ее Хотя бы Можно в костер Бросить Так Ну кирпич Ну Давайте еще Бутылку Стоп Бутылку возьмем Остальное Все Пока что Что мне Хотя Вот интересно Монета Здесь пригодится Хм Так Давайте-ка возьму Монету Но хотя Вот я вижу Что Монета Занимает Один Да блин Я две монеты Сразу взял Ну ладно Так Выходить Control Так Давайте дальше Поищем Где-то в этой зоне Да Я так понимаю Ну-ка Вот здесь Допустим Ну-ка Давай Врубай И вот Как видите Видите Вот здесь Вот На карте Видно Ну-ка Включай Давай Топтаем Сейчас Снег Чтобы Ногам Не так Холодно Было Ну-ка Давайте Посмотрим Что здесь Че пусто Серьезно Вот это Не повезло Ребят Давайте К машине Сходим Может быть В ней Хотя Он что-то Говорил Там Про Динамит Что-то Надо Взорвать Как-то Обнаружен Грузовик Использить Для Активации С4 Или Самодельную Взрывчатку Понятно То есть Я его Не смогу Открыть Ну ладно 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 Окей Так Ух ты Штум Ребятки Я так Понимаю Что в него Никак не зайдешь Ни двери Ничего не видно Ну-ка Давайте Вот здесь Включим Ну-ка Давай Он сразу же Нашел Как видите Мне опыт Дается А вот Прямо Рядышком Здесь Отлично Давай-ка Бурить Надеюсь Батарей То хватит На все Так Ух ты Провод Видите Красное То есть Мне нужно Так Будет Переместить И давайте Вот эти Вот еще Штучки Переместим Дуршлаг Я наверное Оставлю Точно Он мне Не нужен Давайте Когда-нибудь Вот сюда Вот еще Наверное Ух ты Еще одна Тачка Ну-ка Сейчас Давай-ка Вот так Вот Вот так Вот Да Есть 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 Давай Бури А мы Пока Так Я же Нажал Бурить Заряд батареи Все время следить за зарядом батареи Возвращение в церковь В любой момент Мгновенно зарядит батарею Имейте ввиду Когда заряд батареи Упадет до нуля Автоматически включится Режим энергозабережения В джигу придется тащить робота Затрачивает драгоценную энергию А различные функции В том числе радар Перестанут работать Так У нас предупреждение Ну ладно Батарея-то осталась Так Стоп Я могу обыскать машину Ух ты ж Генератор Че это такое А Ну это Силовой предохранитель Аккумулятор И GPS Навигатор Круто Так Давайте 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 Посмотрим Бонусы счастья У нас Йоу Как много всего И все мне нужно А вот так вот Просто загребаем И Мы сейчас Наверное Я бы По-хорошему Я бы аккумулятор стащил Но Если с другой стороны Подумать Он наверное Севший Потому что Ну холодно же На улице Да То есть Так Ну-ка Так Но Стоп Я не то Утащил Так Вот эту вещь Можно по-моему Переместить И Ее вроде бы Можно Так Shift Или Пробел Переворачивать Вот так вот Давайте ее здесь Оставляем Теперь обратно И Вот так вот Аккумулятор берем Есть Выходим И все Побежали Побежали Обратно Зададим Задание Потому что Чувствуется Не получится В любом случае Не получится Сразу Несколько Заданий Выполнять Потому что Хотя Может быть Там же Нужно Вот допустим Принести Что-то Куда-то Палатку Где-то Разбить Да Ну-ка Давайте Попробуем Допустим Просто Быстренько Ку-эр Видите Где-то Электричество Было Электрический Столб Что-ли Или что-то Где-то Поставить Палатку У меня Как раз Таки Место Освободится Блин А места Далеко По-моему Они далеко А я могу Нет Не могу Двигать Похоже Радарчик Давайте Пробежимся Главное Сейчас Никаких Волков Не наткнуться Блин Как же Атмосферно Здесь Даже Смотрите Какой-то Опять Запрошенный Снегом Опять Какая-то Дырка Смена Погода Погода Переменилась Воу 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 Очень плохо Все видно Нет Все Я вижу Что я Начинаю Замерзать Немножечко И мы Нужно Нужно Отходить Видите А хотя Я уже Близко Я уже Близко И давайте Попробуем Все таки Разбить Палатку Я уже Близко Ребят Видно Что Приблизить Нельзя Но видно Что он Так Закрывается Руками Где-то Здесь Где-то Здесь Блин Прям Вообще Близко Воу Ночь Настала Холодно Минус 41 Ребят Минус 41 Градус Так Где-то Здесь Палатку Сейчас Нужно Разбить И Попытаться Переждать Что ли Тут Ураган Потому что По-другому Я немножечко Не представляю Как Так Я не вижу Что Здесь Но Куда-то Я пришел Давайте В центре Где-то Вот Здесь Вот Прям Попытаемся Да То есть Воу Все Плохо Инвентарь Так Установить Установить А Стоп Где-то Здесь Ну Устанавливай 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 Блин А вот Обустройство Лагеря Разбив Лагерь Джейкоб Может согреться Складировать Вещи И поспать При этом Игра Сохраняется Не возвращаясь В церковь Лагерь Может Улучшать Можно улучшать Добавляя Новые возможности Круто Ребят Обустройство Лагеря Разбив Лагерь Так Ящик В каждом Лагере Есть Ящик С режимом Которого Акллайт Отнесет Церковь Когда Джейкоб Ляжет Спать Это Ложитесь Спать В палатку Чтобы эти Предметы Появились На складе В церкви Вот это Круто Поздравляем Обнаружен Сигнал 1 Оптимизация Частоты Получения Сигнала Время До спасения Уменьшилось 4 часа Ребят Очень Круто Ну понятно Время Уменьшилось Так Здесь Смотрите Выберите Роли Открылось Две Новые Роли То есть У нас Получается Это Аккуратный И Горячий Выберите Роль Повышать Температуру При уровне Огня Менее 50 Гидро Гидратирующие Предметы Менее Эффективны Никогда Не получит Травм За работой Скорость Выполнения Работы Падает Мне Прямо Сейчас Обязательно Выбрать Роль Ну Окей Типа Ну Окей Ладно Вот эту Хочу Роль Допустим Но Я не могу Выбрать Странно Я выбрал Нагревающий Да Что-то Типа Такого Следующий Шаг Научиться Ловить Диких Животных Начнем С самого Попробуй Сперва Нарубить Набить Руку На Безобидных Зверюшек И учти Что тебе Понадобятся Крысоловки Я попробую Смастерить Парочку Но У вас Заканчиваются Припасы А тебе Понадобится Еще как Минимум Одна Загляни В список Созданий Принем Посмотри Какие детали Нужны Для Крысоловок И принеси Мне Чтобы я Мог Заняться Делом На Гроу Стрит Ну То есть На том Что от нее Осталось Есть несколько Домов Которых Можно Отыскать Необходимое Да Они Прям Валят 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 Информацией Вначале Это Немножко Напрягает Серьезно Так Давайте Вот сюда Вот Получается Ящик Да То есть В ящик Мы все Складируем Так Допустим Ооо Пошел 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 Так Есть Выходим Нет Нет Свет Нужно Выключить Топливо Топливо Можно Что Есть Бейсбольное Пиво Бито Давайте Вот 27 Мин Буквально И Я Я не Устал А Он не Устал Доступна Новая Роль Открыта Роль Горячий Улучшить Лагерь Можно Бонус Счастье Блейн Удерживает Боевой Дух Выше 75 В течении Длительного Времени Так Вот он Говорит Он не Устал Поэтому Ребята Я не могу Лечь Спать То есть Как бы То есть У него Все нормально У него Все хорошо Поэтому Можно Возвращаться В принципе Обратно И Сдать Примент Давайте Я вернусь Когда Вернусь Обратно Уже Включусь Так Как Я Приближаюсь Я бы Хотел Сказать Что Понятно Наверное Почему Я свет Выключил Потому Что Он Тоже Тратит Электричество Ребят То есть Свет У Дрона Вот Этого Тоже Тратит Электричество Смена Погода Погода Переменилась Давайте Все Фух Вернулись Вот Я и Пришел Но Единственная Проблемка Будет Наверное В том Что В том Что Вот У этого Чувака Я же Предметы Оставил Там Да А Да Ну Вот Скорее Всего Да Эх Блин Хотя Прошивка Вроде Б Флэш Давайте Посмотрим Может быть Дрон Все таки Принес Автоматически Уже Предметы На склад И вот Кстати Я еще Тут В одной Машине Нашел Предметы Топлива Немножечко Да То есть Переместить Все Удержать Да Есть Так И здесь Флэшка Палатка Палатка Аккумулятор Мясо Канистра Доска GPS Нету Флэшки Нету Как видите Именно Если бы я Лег там Вот спать Вот тогда Только перенеслись Предметы Ну ладно Тут такие тонкости Нужно понимать Как бы Именно Опытным путем На этом я буду Заканчивать Это видео Игрушка Интересная Она Необычная К подходу Выживания На мой взгляд По крайней мере И думаю Она многим Многим Понравится Надеюсь Так же Как и вам Если захотите Продолжение Этой игры На моем канале Ставьте лайки Или пишите комментарии Всем всего Удачи И пока Субтитры создавал DimaTorzok